Так сложилось, что Александр Барт сначала познакомился с творчеством Рената и только несколько лет спустя судьба свела его с этим удивительным человеком. Полковник прошел Афганистан, он и сегодня помнит название ущелья населенных пунктов этой страны. Не дают забыть о тех днях и рисунки Шафикова, в которых мастер так тонко и четко прописал лицо войны. Это правда, афганская правда. Горы, вертолеты, взрывы. Через карту афганскую взрыв, разлом, это все он четко передает. На выставке представлены не только картины войны, есть и новые работы. Теперь Ренат все чаще пишет родные пейзажи. Планируют выпустить книгу о птицах Одинцовского района. У художника много планов и идей, но пока первостепенным остается подготовка к очередному восхождению. Здесь теперь у меня тематические Афганистан, Ошские события, путешествия, восхождение на вершину. Афганистан, я первый взял и взял главную вершину Гиндукуша. Калашам, сняли фильм о Калашах. И все это тематически здесь рассказывается. Банформирование, трофеи на фотографии и их имущество, которое мы захватили в ходе боя. И все здесь тематически представлено. Александр Головашкин внимательно рассматривает рисунки Рената. Каждая работа может о многом рассказать без слов. На лист художник переносил свои переживания. Психологическая разгрузка. Так сказали бы сейчас. А тогда в Афганистане Ренат просто действовал по наитию. По возрасту я чуть помладше, поэтому вот эти события афганские я не застал. Застал уже чуть более другой период. И здесь есть возможность, как мне офицеру боевому, и даже мальчишкам, детям, женщинам, вообще всем, кто даже не имеет к этому отношения, все могут перенестись, побывать, такая небольшая как бы экскурс, посмотреть глазами человека, который там был. Но он очень доходчиво, правдиво и интересно передает. Поздравить с открытием выставки пришли друзья, сослуживцы, коллеги и тюдовцы. Со всеми этими людьми автора связывает тесная дружба. Иногда смотрю на какую-то работу графическую, думаю, вот бы ее перевести в живопись. А здесь я даже не вижу смысла переводить в живопись, потому что графикой настолько много и интересно сказано, что она завершена, она закончена, она добротная. И поэтому зрителю остается только прочитывать. Удивительное чувство пропорций, теней, четкость линий, шариковая ручка не дает права на ошибку. Каждая работа Рената Шафикова – графический шедевр. Многие из рисунков напечатаны в книгах и представляют особый художественный интерес для современников. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания, Одинцова.